Жители сёл Бестужевская и Варданы интересуют перспективы ремонта дорог в их населённых пунктах. Ранее они уже обращались в приёмную Затулина, поэтому и другим вопросом мы получили всю необходимую информацию. Константин Фёдорович уже не в первый раз знаком с нашей ситуацией. И всегда, когда мы обращаемся к нему, он довольно-таки оперативно реагирует. Вот даже сегодня тут же были звонки в администрацию Адлерского района и в департамент по строительству дорог. Ответ мы получили исчерпывающий. В общем-то, наш вопрос двигается с мёртвой точки. Ещё одна история, волнующая сотни жителей посёлка Якорная щель, была изложена на приёме. Более десятка многоквартирных домов числятся на балансе санатория «Искра», который принадлежит МВД России. Собственники квартир не могут оформить придомовую территорию. Депутат Государственной думы Константин Затулин связался с заместителем министра внутренних дел России, который заверил, что возьмёт этот вопрос под особый контроль. Ещё один вопрос – странности в деле застройщика Забелиной. Дома были введены в эксплуатацию, но отношения с водоканалом застройщик должным образом не оформил. И теперь жильцы могут остаться без воды. Застройщик на самом деле официально не добился ввода дома в эксплуатацию, пошёл в суд, а суд разрешил ввод в эксплуатацию. То есть, на самом деле, можно предположить, что застройщик превысил свои полномочия при застройке дома, что-то не сделал из того, что должен был сделать. Для оперативного решения вопроса Константин Затулин связался с Сочинским водоканалом и предложил отсрочку отключения воды до выяснения обстоятельств. Проблема в том, что через определённое время нам требуется узаконить воду. То есть, у нас была временная врезка незаконная, ну и как бы грозятся штрафными санкциями об отключении, либо об ограничении воды. Ну, значит, с этой проблемой мы обратились к Константину Фёдоровичу Затулину. Ну, как бы при нас он и водоканал позвонил с отсрочки. Ну, шанс надежды, конечно, есть. Решение этого и других вопросов находится на контроле у юристов Сочинской приёмной депутата Константина Затулина.